А сейчас я хочу представить нашего следующего спикера Никиты Климов, компания МТС. Приветствую. Никита. Всем привет. Меня зовут Никита. Я работаю архитектором в Центре искусственного интеллекта МТС. Занимаюсь разными проектами, связанными с тем, в том числе одно из направлений у нас – это АСР. Сегодня я вам хотел рассказать про наше приключение в АСР, то, чем мы там занимались, ну и потихонечку пройти по классическому пайплайну – данные, модельки, оптимизация инференса, инфраструктура. Начнем с данных. Сейчас в русскоязычном сегменте интернета самый большой датасет, который существует – это OpenSpeech2Text. Огромный датасет на 20 тысяч часов. Казалось бы, все достаточно хорошо, но не совсем. Там есть ряд проблем. Первая проблема, она на самом деле, наверное, самая существенная – это юридическая частота. То есть непонятно. Очень здорово, что ребята набрали кучу всех данных, но непонятно, насколько возможно его использовать в продакшене, и не будет ли из этого проблем. Плюс вот из всех 20 тысяч часов примерно 17 тысяч часов – это данные, которые получены с помощью авторазметки либо авторазметки. То есть видно, что там работала какая-то АСР. И, соответственно, если мы на ней будем обучаться, то на этих данных, то мы просто научимся работать так же, как пробыл в этой АСР. И часть данных, она нарезана с помощью авторазмента, и, соответственно, там возникают разные приключения. Мой коллега, когда обучал одну веселок, она ему стала на тишину выдавать фразу «редактор суров». И вот мы стали разбираться, что происходит, стали смотреть эти данные, и обнаружили, что в некоторых атекстовках в конце есть буквально несколько секунд тишины, и в атекстовке есть фраза «редактор суров». Ну и, соответственно, нужно быть аккуратным, и для того, чтобы этот АСР стал пригодным для обучения, придется потратить достаточное количество времени на его очистку, подготовку и доработку. Альтернативой этому датасету может служить сбор собственного датасета. Это тоже то еще приключение, потому что там сразу же встают вопросы, где взять данные, как их набрать, как их правильно разметить, и как оценить качество этой разметки. Ну, в целом, если у вас в компании есть такая экспертиза, то, наверное, это самый лучший подход, который сейчас можно использовать, то есть набрать свои данные. Данных для дженеричной модельки нужно будет примерно 500 часов, ну и для файн-тюнинга под конкретные домены еще примерно 200 часов. Ну, здесь вы, соответственно, не будете иметь никаких проблем с юридической стороны, плюс эти данные, они будут прямо под вашу задачу собраны, не будут проблем с акустическими характеристиками. И в целом я бы рекомендовал этот подход. Дальше. Когда у нас есть данные, у нас встает вопрос, как на них обещаться. И здесь что можно сделать? Ну, во-первых, нам нужно каким-то образом предобрабатывать отекстовки. Существует несколько подходов. Первый подход – это предсказывать чарактеры, второй подход – предсказывать дупоежки, и третий подход – это предсказывать фанэму. Какие здесь можно рассказать наблюдения? Ну, на самом деле, сетки, которые на ГПЕшках и на фанэмках обучаются, они по нашему опыту быстрее сходятся, но они начинают контролировать себе семантические характеристики и гораздо хуже поддаются последующему тележью. Поэтому подход с чарактерами, он более перспективный. Дальше. По поводу аугментации. По поводу аугментации здесь все достаточно сильно зависит от акустических характеристик и от того, какие впрочем будут данные. Конкретно в нашем кейсе нам зашли лучше всего маскирование некоторых бенокспикерами и спик-пертурбейшн. И по поводу еще, наверное, end-to-end подхода и предобработки акустических данных. End-to-end мы пробовали, но end-to-end в нашей практике он показывает себя пока что хуже. Возможно, кто-то поделится результатами, что end-to-end работает прямо хорошо. Но пока, по нашим данным, он работает похуже, чем предварительная предобработка спиктограммы. По моделькам. Сейчас для ASR применяются почти все возможные модельки. То есть там используются и регулярные сетки, там используются и чистосверточные подходы, там используются и целофотенчные сетки. Мы попробовали некоторые из них. Вот здесь, на этом слайде, я перечислил то, что мы попробовали, и критерии, по которым мы оценивали. Здесь указаны качества в попугаях, потому что, наверное, нет большого смысла указывать какой-то конкретный вер. Почему? Потому что, окей, мы читаем пейпер, видим, что на дата-сети LibreSpeech Clean мы получаем вер 2%. Но вправе никогда у нас не будет качества, которое соответствует LibreSpeech Clean. Вправе у нас всегда будут отличаться акустические характеристики. Поэтому здесь я просто указал качество попугаев, которые мы получали на наших данных. Вот, например, гугловая сетка, LibreSpeech Clean, это пирамидальная LSTM, где с качеством все было не слишком здорово. Плюс у нее достаточно большое количество параметров, ну и непонятно, есть ли у нее качественная реализация. То есть на GitHub достаточно много всяких реализаций есть, но кто их поддерживает и насколько они хорошо работают, это все большой вопрос. По поводу реализации, те же вопросы, это к Binding Deep Speech, к Facebook Time Dev Separable Convolutions и к Multisame Self-Attention. Коротко расскажу, мы попробовали от Jasper, он достаточно сильно понравился, считаем, можно получить быстро хорошие результаты, у него хорошее качество, он входит в фреймворк от NVIDIA, в оба фреймворка. У NVIDIA есть OpenSect и Sec для TensorFlow, есть MAMO для PyTorch. По поводу, ну, единственный недостаток у Jasper, это количество параметров, это достаточно большая и тяжелая сетка, поэтому мы ее взяли на заметку, она была как один из кандидатов в Круст, но не стали пока ее брать, попробовали остальные подходы. Facebook выпустил достаточно интересный фреймворк для обучения сети, и там можно получить неплохое качество на нем, но их проблема связана с тем, что он целиком написан на плюсах, и проводить эксперименты несколько непривычно и неудобно. Deep Speech, у него нет реализации, но все-таки достаточно интересно, с небольшим количеством параметров, которые показывают неплохие результаты. Facebook Time Devs Separable Convolutions и Multi-Stream Self-Attention, это вот сетки, которые мы не пробовали, но у нас, они выглядят интересно, и, возможно, мы, когда они попробуем, особенно вот Multi-Stream Self-Attention. Ну и сетка, на которой мы остановились, это NVIDIA Quartz, это полностью сверточная сетка, там тоже используется Separable Convolutions, и она показывает хорошее качество при очень скромном размере модели. Дальше. По поводу оптимизации инференса. Здесь, когда заходит речь про оптимизацию инференса, очень часто можно услышать такое, что давайте просто все кванатируем и никаких проблем. Ну, на самом деле, кванатирование, мне кажется, достаточно сложная штука, и с ней вообще не так просто. Ну, допустим, у нас сетка обучалась в FW32, мы говорим, окей, давайте мы ее кванатируем в NVIDIA. Здесь у нас начинаются проблемы. Если мы это сделаем уже после обучения, то мы достаточно сильно потеряем в качестве. Если мы попытаемся сделать кванатизацию инференса, то здесь тоже все не так просто, потому что у нас функция, у вас функция сразу же станет недифференцируемой, нам придется принять всякие ухищрения для этого, и плюс нам нужно будет писать код для послойной кванатизации во время обучения, что значительно удлиняет процесс получения результатов. Поэтому можно, на мой взгляд, можно остановиться на некоторых простых техниках, которые в Prode дают достаточно хороший прирост к перформансу. В первую очередь, динамический батчинг. Динамический батчинг, он позволяет сразу получить порядок в Prode. Дальше. В Prode, когда у вас много клиентов, там возникает проблема с фрагментацией памяти, и если смотреть по бенчмаркам и по профилировщику, то это становится существенной проблемой, и поэтому такая простая штука, как револцирование некоторой области памяти, она дает прирост производительности. Дальше. Это Mixed Precision Training. Поддержка есть, наверное, во всех сейчас фреймворках. И в P16-минфер, они тоже дают существенный буст производительности. Ну и понятно, это синхронность. Middle-Ware, общаясь с синхронным сервером, тоже важный поинт. На кварце конкретно еще можно использовать оптимизации под конкретную карточку. Если у вас вроде в S100 или в T4, то можно взять от ZRT, и небольшое, но где-то процентов 5-7 густа он дает. Про инфраструктуру. Это самое, наверное, интересное место. Здесь, с одной стороны, хочется максимально быстро все это задеплоить, поэтому часто я вижу подходы, когда моделька просто обворачивается во флазк, все это запаковывается в Docker, и в таком виде продакшн работает. Это удобно для ML-инженера, это достаточно удобно для ребят, которые сопровождают инфраструктуру, для DevOps-ов. Это, наверное, неплохой подход для ребят, которые пишут бизнес-логику, но если смотреть на это как на совокупные решения, то все-таки это не оптимальный подход, не оптимальный, потому что если мы на чем-то чуть глубже смотрим, тогда мы поймем, что, например, нам нужен Canon deployment, нам нужны AB-тесты для того, чтобы понимать, насколько у нас хорошо работает моделька новая, нам нужна поддержка горизонтального масштабирования, нам желательно иметь какие-то унифицированные endpoints для логирования основных метрик, нам нужен простой дипломент, нам нужен мониторинг, нам желательно иметь какое-то стандартизированное API для того, чтобы ребята, которые пишут бизнес-логику, могли не каждый раз изобретать велосипед, использовать некоторую стандартную библиотеку для работы с любимым результатом международа ML-инженеров. Нам зачастую нужно объединять разные модельки в пайплайны и делать это на простых декерах, но не всегда оптимально, и как раз передача данных между этими декерами становится bottleneck. мы на эту штуку посмотрели, посмотрели на те inference серверы, которые сейчас есть, и остановились на Tritone на этом виде, он позволяет очень просто деплойить модельки, он поддерживает inference почти в любых современных форматах, будь то Paytorch, будь то INX, будь то TensorFlow, будь то KF, то есть ML-инженеру не нужно прилагать никаких усилий, он просто пушить свою модельку в модуловой репозиторе, дальше ее уже может использовать слугу инфраструктурную. Там достаточно просто можно его расширять, то есть например для ASR pipeline важен припроцессинг и пост обработки, поэтому можно очень просто взять и написать custom backend, который будет выполнять за работу. Там очень просто можно объединить модельки логический pipeline и данные будут эффективным образом передаваться с одного стопа на следующий. Дальше, для того, чтобы все это работало и поддерживало достаточно, было с одной стороны отказоустойчивым, с другой стороны простым, нужен еще какой-то дополнительный слой. Этим слоем у нас может выступить Kubernetes и кайш-сердинг. Там это тоже все очень просто, мы просто пишем YAML файлик, говорим, что моделька у нас лежит в Model Repository, Model Repository это S3 Compatible Storage, указываем, что моделька лежит там-то, деплоим этот YAML файлик и все, и у нас уже все лежит в продюре. Дальше там есть endpoint для простого мониторинга и анализа логов. И ребята, которые пишут бизнес аппликации, у них есть протобув API, которые они могут просто как библиотеку подключать и не иметь никаких проблем каждый раз изобретать новые интеграционные велосипеды. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Никита, вы оставили даже немножко времени для вопросов, но, к сожалению, в чате вопросов много я не вижу. Наверное, задам вопрос от себя. Как вы считаете, какую языковую модель лучше использовать для декодинга? Мы пробовали разные модельки. На самом деле, там есть от Facebook это первичная языковая моделька и есть классические подходки на лэм. большого буста сверточная сетка не дает, поэтому, наверное, можно попробовать выставить pipeline на KEN-LM, BMSH decoding с KEN-LM, и плюс в качестве еще дополнительного степа для коррекции ошибок SRP это трансформер, который обучен на задаче сек-песек. То есть, с одной стороны мы подаем транскрибацию, а с другой стороны правильную декстовку привычную. Продолжение следует...